Итак, друзья, добрый день! Сегодня я предлагаю продолжить нашу серию разговоров и таких прогностического планирования с Иннокентием Борисовичем Кресиком, моим коллегой, учителем истории, обществоведом, администратором образования и так далее, и так далее. Мы, как я напомню, разговариваем о, ну, скажем так, возможном таком, да, плане восстановления системы образования, которая у нас рисуется вот в ходе наших бесед. Ну, в прошлый раз мы говорили про, собственно, первичный, самый первый шаг и первую пятилетку, которую можно было бы так назвать. Пятилетка, восстановления образования. А сегодня продолжим, поговорим о вопросах финансирования. Откуда деньги-то взять на все это хозяйство, да? Иннокентий Борисович, поехали. Ну, не совсем, я тебя поправлю. То есть, я говорил и тогда, и сейчас я просто тогда заострюсь, чтобы всем было понятно, да. То есть, мы говорим не по поводу первого этапа, мы говорим, что это все должно работать вкупе, в одной большой системе. То есть, поэтому я позволю себе повторить тезисы. То есть, не отдельно это все работает. Цифровизация, финансирование, административная система в школе, зарплаты конкретно отдельно учителей, дистант, инклюзив, весь этот комплекс ОГЭ, ЕГЭ, ФИПИ и так далее, учительские кадры, платное образование. Вот это все вместе нужно рассматривать. То есть, когда мы говорим про восстановление, мы тут же занимаемся и всеми остальными делами. То есть, восстанавливать школу и не решать проблему, там, скажем, статуса учителя, это невозможно. То есть, оно так и будет стоять. Это школа в Карелии. Пустая, да. Кадров не найти будет. Потому что нужно решать было сразу это все. Вот, поэтому скажем... Это к вопросу об отсутствии системности в подходе, да. То есть, мы говорим о системном подходе. Да, да. Генеральный план должен быть, нормальное развитие. То есть, у тебя в голове должно быть понятно, да. Для чего ты строишь здание, кто туда придет, как он там будет работать, жить, отдыхать. Как туда будет входить нужное и как выходить не нужное. Когда вода подвелась, канализация ушла. Вот это все должно работать, да. И главное, качество должно быть. То есть, просто открыть школу, ну, повторим опять эту проблему. То есть, отсюда, кстати говоря, вопрос про деньги. Деньги берутся из федерального бюджета. Вопрос финансирования, он простой. Значит, здесь, собственно говоря, три принципа я бы обозначил. Во-первых, начаться финансирование должно быть федеральным, на мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это будет очевидная вещь. Это опять же, вот, если возвращаться к Шойгу, который задает вопрос, у нас все хорошо, у вас все плохо. Почему? Чего вы ничего не делаете? Потому что деньги растворяются на переходах. И это совершенно очевидно. То есть, когда, например, Василиева говорила, да, нет проблем, что значит школа должна покупать там бумаги для тестов. Мы все это финансируем. Тут есть вопросы. Кто финансирует? Куда, когда? Покажите. Ну да, прозрачности нету, потому что межбюджетные трансферты, значит, там внутри бюджета, соответственно, региона тоже там распределение идет по решению местных властей с учетом местных законов. Бла-бла-бла. А там дальше, значит, на местном, да, в местной администрации района, соответственно, там вообще сидят еще третий уровень людей, которые тоже на своем уровне принимают решение о том, куда им, какие деньги направить. Да, и отсюда возникает вопрос, что, да, ну и все. То есть, у вас на трех уровнях, как минимум, начинается вот это брожение, да. Как это решено в армии, мы знаем. Там просто есть жесткое, так сказать, бюджетное финансирование, которое контролируется на прозрачной основе, да. То есть, по сути, это крашеные деньги, так называемые. Кстати, они сейчас реализуются очень легко. Вообще нет, не существует проблемы с точки зрения бухгалтерской увидеть, куда пошла какая-то копейка на военном бюджете, да. То же самое реализовать в образовании вообще в любой сфере, на самом деле, не представляется возможным. Тут единственное, что потребуются соответствующие, наверное, там законодательные какие-то изменения в плане как раз вот этого вот. Да, то есть, что эти деньги, вот эти трансферты прямые, да, они должны идти именно на те задачи и контролироваться, и отчетность по ним должна быть организована так, чтобы федеральный бюджет, конкретные там, и даже депутаты, и видели бы, как, ну, с федерального уровня и с любого другого, видели бы, как эти деньги реально доходят до конкретного директора школы. И как он их реально потратил. Вот и все. В этом смысле, вот, Рособорнадзор как раз этим и должен заниматься, а не придумывать. По идее, да, да, абсолютно. Прекрасная деятельность для Рособорнадзора, великолепная деятельность. Совершенно верно. Очень нужная, я бы сказал. Вся система, вот здесь оптимизация, да, не школа, я говорю, оптимизаторы к школе не подходят близко в 5 лет восстановления. А вот оптимизировать вот эту систему, ну, то есть, у нас же как, да, бухгалтерии, я, одно из образований у меня бухгалтер, я им работал, поэтому я совершенно ответственно говорю, как это, я это вижу, я себе представляю это. То есть, есть федеральные деньги, которые приходят на субъект, в субъекте они распределяются по районам, а потом еще в сельской местности еще и по этим... Нет, у нас даже есть сейчас прецеденты, извините, вот эти деньги, значит, президентские за классное руководство сейчас доходят до учителя. Напрямую. Да, там удерживаются эти 13% по закону, но они доходят напрямую. Система отработана. От федеральной, да, от федерального бюджета, они доходят до кошелька учителя. Значит, соответственно, проконтролировать можно. Да, то есть, государству нужно строить систему образования, потому что это как вот это вот... Здесь главная проблема, от которой нужно избавиться в голове, когда французы у себя это делали, да, они социальную сферу конкретного образования, они перестали ее считать затратной. Они обозначили ее как долгосрочное вложение в экономику. Я хотел как раз сказать, да, Иннокентий Борисович, вообще на самом деле принцип, да, сам принцип финансирования и организации в этом смысле, да, финансовой организации школ, он должен вообще избавиться от вот этой вот дурной, да, экономической теории, которая экономикс, да, когда мы начинаем людей считать, соответственно, трудовым ресурсом, да, а деньги, которые мы тратим на это, мы тратим, мы видим как затраты, да, то есть как некие там потраченные на воздух деньги, да, потому что они, типа, не являются экономически оправданными. Вот это нужно просто исключить, потому что на самом деле это, по большому счету, это приводит к большинству тех проблем, с которыми сегодня в школы сталкиваются. Например, я просто в качестве короткого примера, история про вторые, то есть оставление ребенка на второй год. Сегодня оно уже попало даже во ВГОСы по одной простой причине. По той причине, что, значит, бухгалтера говорят, а как же так, значит, плохо работает учитель, если этот ребенок на второй год остается, значит, мы переплачиваем второй раз учителю за работу, это что за дела, то есть у нас должно ноль в ноль сходиться, бухгалтерия-то не сводится, если мы потратили на ребенка эти деньги, как мы можем на него второй раз потратить эти деньги. То есть на самом деле вот этот вот механизм, да, сколько надо в школе, вот столько ей должно быть ей дано, и если она запрашивает дополнительное финансирование на конкретного двоечника, значит, это должно быть, ну, буквально, да, разрешено, то есть да, можно там обставить, это с точки зрения контроля на местном уровне, чтобы не, что называется, не загибали палки. Но в любом случае это должно быть предусмотрено, и вот то же самое по всем остальным затратам школы, то есть вплоть до сломанных парт, да, вот норматив по сломанной парте вот здесь не нужен, да, вот это вот сколько там нам нужно, считать надо, контролировать надо, безусловно, но на местном уровне. Это тоже, это давно уже отработано, я тебе как бухгалтер скажу, то есть есть все амортизационное отчисление, вся эта история, она должна быть, вот здесь вот... Которых сейчас нет. Я все время сейчас хочу сказать, да, то есть от чего нужно сейчас срочно отказаться тоже, вот от этой системы, которой они так гордятся последние годы, типа, деньги пришли за детьми. Это чушь, которая не работает, по-моему, нигде, даже в чудесной Москве благоспасаемой. То есть не пришли деньги за детьми, я совершенно ответственно это говорю, пускай люди напишут в комментариях, ну вот сколько я сейчас работаю в этой школе в последние 10 лет, больше 10, ни одной новой парты не купили. То есть это просто не работает вообще, то есть у нас... То есть покупается только за счет какого-то там, значит, заработка школы дополнительного и так далее, понятно. Да, покупается это за счет каких-то проектов все время, то есть нормального финансирования у школы нет, остались только зарплаты и все, поэтому я зарплату и выделял в отдельное финансирование, это, наверное, правильно. То есть нет ни амортизации, нет... То есть есть нормальный износ. У каждой парты это все заложено было всегда, это в нормативах существует. Не может парта одна и та же существовать в школе больше 10 лет, это невозможно. Ну и я могу сказать, не только это, да, все подряд, потому что... Компьютеры и так далее, все имеет срок эксплуатации. Более того, Иннокентий Павлович, там еще есть такая штука, как списание, да, то есть тоже должна вернуться вот эта ситуация с прозрачной, понятной ситуацией списания, потому что у меня, например, вот в школе, да, там, на балансе висит, там, 200 компьютеров, да, и из них, ну, наверное, вот таких, которыми можно было бы их назвать современными компьютерами, штук 50, да. Все остальное это хлам, который невозможно списать, да, и он висит балансом, и в отчетах, естественно, везде в финансовых отчетах висит, что у школы укомплектовано на 100%, да. А она укомплектована таким хламом, что дальше уже некуда, то есть я как инженер вынужден заниматься тем, что я переставляю, значит, винтики из одного компьютера в другой, чтобы хоть как-то это работало. В том-то и дело, что это не финансовые отчеты, это вот те люди, которые создают все вот эти вот... Главная задача у них это ходить и показывать презентацию, оснащенной школой компьютерами. А как писать, спрашивает директора, а по факту? По факту у меня на помойке, на складе лежат, вы списать не даете 30 компов, и осталось 20. Пиши 50, и потом они пишут среднее насыщение компьютеров, вот такое вот. Но это все не дело, конечно, это совершеннейшее безобразие. То есть дети и парты, и ремонты, и все остальное. То есть были нормальные нормы, их, по-моему, даже никто не отменял. Нормы в стадии капитального ремонта и косметического ремонта. Но просто они не выполняются. Они не выполняются, потому что нет никакого финансирования, его нет. Это миф. Дети за детьми деньги не пришли. И сейчас вот в дополнительном образовании, вот эта сертификация, так называемая. Да, это еще. Вторая серия того же. Они тоже не придут. Это не работает. Это все неправда. Дорогие товарищи, родители, зрители и все остальное. Это неправда, не верьте этому. То есть это просто еще очередной виток оптимизации. Якобы дети приходят, максимум, что они опять посчитают, это зарплаты. Финансирование зданий как не было, так и не будет. Ну, а отсюда сразу возникает вопрос у директора к родителям. Уважаемые родители, у меня нет денег на то, чтобы починить парты. Приходите, давайте вместе субботник устроим по починке парты. Вот, да, да, то есть деньги собирать тоже нельзя, и это правильно, а вот в субботнике, ну, а что делать, да? Ну, а что делать, и это твой ребенок, да? Родители, естественно, по-разному на это реагируют. Но это все безобразие. То есть на самом деле это, в общем, это тоже отрасли, которые должны работать. Импортозамещение и все остальное. Ну, то есть невозможно убить отрасль или требовать, чтобы она работала одновременно. Вопрос. Ну, и средний бизнес с партами и со всем остальным, и с ремонтами, да. Вопрос, Иннокентий Борисович, смотри, вот ты говоришь на финансирование, да, вот это вот, ну, хорошо, мы навели там какой-то, поняли, как можно организовать. Но у меня встает вопрос. Вот эта вот бюрократическая машина, махина, которая называется финансовое управление, бухгалтерии, централизованная бухгалтерия и всякое прочее, вот это вот, ну, как сказать, я даже не знаю, какое слово подобрать, да? То есть вот этот вот безумный совершенно механизм, да, обслуживание бумажек, как мне рассказывали, ну, даже вот наш директор, да, который уже 30 лет директор в школе, она говорила, что у них централизованная бухгалтерия на весь район, вот на тот, который сегодня существует, оно состояло в 7 человек, да, там, 7 человек, да, которые успевали все это обслуживать. Все те же самые школы, ровно те же самые школы, которые вот сейчас работают. А сейчас это история, в которой, значит, у нас, значит, у нас только в школе четверо бухгалтеров, значит, дальше еще централизованная бухгалтерия, дальше финуправление, дальше, там, значит, службы заказчиков, значит, которые обслуживают здания и так далее, и так далее, там в администрации только этим занимается, значит, да, чуть ли не целое здание, наполненное людьми. Вот как вот с этим побороться? Это же выкинуть их надо куда-то или что с ним делать? Ну, тут три вещи, да, это я еще раз повторяю, да, система образования, она должна на законодательном уровне, закон об образовании нужно пересматривать. Там много дырок, но с этой точки зрения, то есть она должна быть федеральной, да, это и борьба с сепаратизмом здесь, и все на свете сразу. И патриотизм единый на всех, потому что, ну, мы представляем, как где устроено, что. А вот там где-то преподаватель высшей школы экономики, нет, Ран Хиггса приходит и рассказывает о том, что, значит, что там, экономики не было, и там, и все наоборот. Или там преподаватель у нас чудесный в Питере, да, который рассказывал, что не было никаких газовых камер у нацистов, а это были, что там, система оптимизации, чего там, я не знаю. Я же забыл, что он там врал. Это у нас в голову не помещается. То есть она должна быть федеральная, здесь система бухгалтерская, она работает такая же, как армейская. Ну, то есть все эти промежуточные звено, где теряются деньги и отчетность, они просто уходят, да. То есть остается, в принципе, в районах бухгалтерии, она не нужна при данном уровне цифровизации. Она приходит из центра. Вот как раз здесь-то место для цифровизации открывается, да. И от субъекта она уходит сразу в школу. Все. Есть максимум три звена. Вообще можно даже без промежуточного обойтись при данном уровне цифровизации. То есть мы говорим о том, что как раз вот здесь место для цифровизации прям вот полный рост. Тут я говорю, оптимизировать чиновников нужно обязательно. А их оптимизировать без цифровизации невозможно. Бойтесь, бойтесь чиновники, значит. Вам придется переучиваться. Приходите в школу дворниками или поварами. Готовьтесь. Вот, то есть, да. Получайте сертификаты. Она должна быть федеральная. Ну, вот, как Шойгу говорит, у нас все хорошо. Да потому и хорошо, что есть один начальник, перед которым все нормально отвечают. У него там есть военная круга, да, и дальше до частей. То есть вот финансовая система работает. Министерство обороны, военный округ или флоты, и дальше уже воинская часть. Все, там начфин сидит. Я когда слышал, сколько частей. Да, начфин один всегда, да. Я больше одного начфина не видел. Мало того, как не было. Да, на полк, да. Четыре части было, там, там, связисты. В полку один начфин, да. Один начфин на весь гарнизон. Да. Все нормально. Потому что ему нужно зарплату выдать, да, и отчитаться, там, что куда построить, сметы он бросает. Все, и там ремонтируется, и все это работает. Ну, где как, но, в общем, это тоже вопрос профессионализма. И ответственности, то есть, люди конкретно за это отвечают. То есть, деньги пришли на строительство школы, чего она не построена? Значит, контракт просто просохать, значит, конкретный чиновник за него отвечает. Директор деньги получил, год у него был, за год он ничего не сделал. Где у него были деньги? На чередачу прокрутил, садись разной. А если потратил, то садись в два раза, да, все правильно. Да, и все. Я против расстрела в данной ситуации, но отвечать за это нужно. То есть, потому что это дети. Я вот за них переживаю. Владимир Владимирович тоже переживает. Сергей Сергеевич тоже переживает, Кравцово имели бы. Но все мы переживаем по-разному. Значит, подытоживаем, да, здесь. Это закон об образовании вместе с финансированием жестким. То есть, там вопрос, мы дальше с этим столкнемся, да, вопрос учредителей. Кто такой учредитель? Чего он учреждает? Почему он берется не в федеральном смысле? Не имея финансирования, он и учреждает, да. А потом, главное, ни за что не отвечает. То есть, учредитель, да, это еще один надзорный орган. Зачем ты надзираешь? Зачем ты учредил, чтобы что? Чтобы зачем? То есть, это должно быть решено, да, отменяется система. К чертовой матери, это деньги за детьми? Нет, должно быть, вот, есть здание, у него есть конкретные потребности. Его нужно красить, его нужно обеспечивать водой, отводить эту воду, подводить электричество. Причем тут количество детей. Это просто бухгалтерски невозможно. Я вам как бухгалтер говорю, это просто невозможно, да. Эта проблема уже не школы, да, а администрации. Почему у вас в школах, которая рассчитана на, не знаю, на 200 детей, почему там 50 учатся? Да решайте эту проблему, переведите администрацию в школу, а школу в администрацию. Пускай дети сидят при нормальном метраже. Или придумываете, как там построить. А сейчас вообще таких проблем нет, они все перенасыщены. Ну да. Так, и что там? Третье, они такие прикладные еще моменты, да, то есть, вот, как бы, построить школу, это же там одни проекты, чего обойдутся. У меня есть конкретное предложение. Вот, значится, во-первых, опять же, на федеральном уровне это решить, утвердить типовые проекты школ. Ну, об этом шла речь, да. Я не знаю, почему-то она все время затукает, эта история. Потому что деньги. Потому что на районном уровне это утверждает, это деньги. Вот и все. А второй момент, да, опять же, вот, как здесь, вот здесь, вот, да, национальные проекты можно ввести. То есть, школа должна финансироваться не по национальному проекту и не по душному финансированию. Но у нас проекты должны быть, вот здесь, например, я его вижу, да, проводится нацпроект в строительных и архитектурных вузах. В инженерных вузах создание проектов новых школ. То есть, пожалуйста, да, слушайте, я абсолютно уверен, вот, я просто абсолютно уверен, что если будет вот клич поучаствовать в конкурсе, то архитектурные бюро и строительные, они просто придут с проектами и скажут, слушайте, да вот вам бесплатно у нас тут есть проект. Уже давно нарисовали, да, его никак не могли никуда пристроить. Да, давайте это сделаем, потому что, на самом деле, да, я понимаю, что здесь надо, архитекторы бы хорошо бы отписались, из наших выпускников в том числе. Мне вот интересно, да, конечно, хочется получить полный гонорар, да, это же за огромное архитектурное здание. Хотя они тоже разные, да, я вот против шеститысячной школы однозначно. То есть, давным-давно известно, нормально функционирующая школа по управлению и по функционалу это 1200, это максимальный потолок. Все. Больше нельзя. Дальше это уже, не знаю, что там Сергей Семенович Собянин себе придумывает, в общем, но мне кажется, его уже, мне кажется, он переработал, он уже, скорее всего. Не, это не он себе придумывал, это там Исаак Давыдович Калина придумал, но, да. Это из той же, да, переработавшей команды. Ну, люди устали, нужно их, вот здесь это мы, когда будем говорить про статус учителя, да, нужно вернуть систему реабилитации, то есть, я про это тоже буду говорить, но это уже в следующий раз. В следующий раз, да. Хорошо, подытоживая история про финансирование, значит, когда мы говорим про финансирование, да, школы, то первый тезис, я так понимаю, это федеральная. Что это все не отдельный момент, да. Да, я понимаю, я понимаю, да, 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 естественно, мы говорим о том, что это один из элементов общей системы, общего подхода к восстановлению школы. Восстановлению системы, да. Система образования. Да, система образования. Значит, и, соответственно, вот в этом аспекте, если мы, так сказать, резюмируем, то получается, что первое, это должна быть федеральная история абсолютно полностью, прозрачная с точки зрения вертикали контроля, с контролем на всех уровнях, да, 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 с обеспеченным финансированием, с контролем на всех уровнях и, главное, пропланированное, опять-таки, во всех аспектах. То есть это должно быть не только, то есть отказ от, должен быть, понятно, отказ от подушевого, от всяких разных сертификатов, от всевозможных моделей, когда у вас только оплачиваются зарплаты и больше ничего, и требования к губернаторам, чтобы у вас, значит, средняя, только учительская зарплата была обеспечена, а всех остальных это, в общем, как бы не важно. Вот, то есть вот это все должно быть просто вот все, что сегодня существует, в сторону отодвинуто, и предложена новая, совершенно прозрачная, вертикальная модель финансирования с уровня государства, извините, сейчас. Должна быть предложена, да, должна быть предложена модель с уровня финансирования с федерального уровня, обеспечена ее абсолютная прозрачность, подконтрольность и ответственность лиц на местах, да, которые отвечают за соответствующую реализацию тех или иных задач, финансируемых таким образом государством. То есть вот этот план, да, план должен быть вот такой, по части обеспеченности финансами. Хорошо, я предлагаю сейчас тоже вот на этом как бы пока остановиться, и в следующий раз продолжить рассматривать остальные элементы нашей вот этой вот системы. Всего вам доброго. Давай, пока. Продолжение следует...